Audio Jump На момент принятия решения, конечно же, я определился с тем, что я буду финансистом по жизни, ну и как бы консистентно у меня и по карьере можно отслеживать, что именно финансы выбрал меня. У меня было очень интересно, это где-то 2004-2005 год был, когда я определялся, у меня были примеры в жизни, я прям хотел бы именно выбрать специальность финансы, а КИМЭП на тот момент, да и сейчас, был один из сильнейших вузов в нашей стране в честь вот именно обучения в направлении финансов, то есть все топовые, наверное, организации, тогда вот Алматы было бы крупным финансовым центром, ну в принципе, как и сейчас, да, но очень большое было присутствие международных организаций, там преимущественно брали с КИМЭПа. Мне нравился, наверное, формат иностранных организаций, поэтому вот я вот привелся к менеджернике КИМЭП, именно то направление и, наверное, карьера в будущем в иностранных финансовых организациях. На уровне принятия решения, куда прям поступить, нужно четко определиться, понимать, вот, твое, не твое, второе, есть ли будущее, то есть, а если есть, то оно такое же стабильное, как настоящее, либо что-то дополнительное нужно. Например, индустрия финансов, да, финанс, да, как бы, сейчас, исходя из опыта, допустим, как уже мы, как большая финансовая организация, нам не только нужны финансисты, но нам нужны сотрудники с гибридной, с гибридным образованием, либо там навыками, чтобы было финанс плюс IT, допустим, да, это очень круто. Финанс плюс легал, хорошо, легал плюс IT, интересно, да, там, скажем, аккаунтинг плюс, опять-таки, IT, это будет супер востребованный профессионал, у которого проблем не будет не то, как с трудоустройством, но и вообще, в принципе, это, это будущее, допустим. Поэтому, может быть, сколько там, 17 лет назад, немножко другая картинка была, но сегодня, там, будущее за гибридными профессиями, да. Скажем, вот в Кимэпе я знаю, что, я надеюсь, такой же принцип и сохранился, что можно там major, minor брать, да, то есть какие-то элективные предметы брать, и не только по своей специальности, но прокачивать себя, это очень полезно. Но магистура – это второй шанс в твоей жизни, когда ты можешь что-то поменять, ты можешь второе высшее получить, да, прокачаться в том, где ты уже получил бакалавр, но чтобы это понять, ты должен поработать. Поэтому, наверное, это вот про меня больше, я немножко поработал, понял, у меня гэп в образовании, ну и дальше начал обучаться. Сильно большого отличия не вижу, наверное, тут Кимэпский вайп, он сохранился, вот какая-то преемственность поколения есть, студентов, которые стабильно, также, то есть я не видел сильного отличия от студентов, там, моего поколения и тем, кому я преподавал. Наверное, сильного-то прям такого не было отличия, ну, более, они были цифровые, мобильные, там, уже как-то этот, получше было, но это вопрос эволюции глобальный, наверное. Такие же моменты были по читингу, такие же моменты были по аттенденсу, все то же самое, все, что мы делали, так, то же самое повторялось, там, наверное, гибкость в выборе предметов, преподавателей. Второе, наверное, это сам, наверное, сами студенты, наверное, вот студенческая жизнь, она очень нравилась мне, потом, возможность учиться по обмену в хороших вузах, конечно же, ну, разные вузы были, я, допустим, учился в ВШЕ, это в Праге, мы съездили на несколько предметов, было очень круто, еще это летом было, там, 30 студентов, прям, крутой экспириенс был. Наверное, профессионализм преподавателей, все-таки такая относительно забота, и то, что реально все преподаватели разные, у всех такой свой подход, там, у каждого уровень строгости разный, уровень отношения ко всем, ну, ассайментам и прочее, было очень интересно. У многих студентов, когда поступаешь, первые, там, предметы берешь, как-то сильно связываешься, да, на первом курсе, наверное, формируется такая связь, да, дальше, вот, если уезжаешь по обмену, вот, мы поехали по обмену, и вот оттуда, наверное, когда мы в другой стране все вместе прожили какую-то часть, изолировано, да, так скажем, от всего огромного Кимэпа, то там прям суперкруг общения формируется. Вот у меня, наверное, из этого, исходя из этого, так, сформировался круг общения. Однозначно, Кимэп, наверное, в определенной степени повлиял на развитие лидерских качеств, да, групповые работы, презентации очень полезно делать, по жизни всегда понадобится это, в основном в жизни, это в карьере, да, это всегда нужно будет, работа, скажем, в проектной группе, это все, что работа в подразделении, там, какая-то определенная задача, ты должен быть частью этого подразделения, брейнштормить, уметь аргументировать, спорить, где-то помогать друг другу, выручать друг друга, это очень важно. Есть предметы крутые, я как-то в Кимэпе нечаянно, в первый же мой summer, когда я был в BC1, я взял предмет Negotiations in Business, преподаватель был Патрик Лоу. Когда мы пришли, я вот получил attendance, интересно же, кто с тобой, там, MBA, BC4, то есть это, оказывается, элективный курс был для уже, так скажем, старшекурсников. Бизнес-переговоры, как вести переговоры, то есть там подача Патрика Лоу была очень интересная, и в жизни мне этот предмет очень помог. Его слова, то есть как нужно вести переговоры, то есть как убеждать и так далее, и так далее, прям супер помогло. Поэтому есть предметы, я не знаю просто сейчас, насколько остались такие аналогичные предметы, но они помогают прямо в бизнесе, в работе, в развитии лидерских качеств. Опять-таки переговоры, они везде в жизни есть. Поэтому, в принципе, вот если правильно выбрать предметы и пораньше их взять, они помогут и в учебе, и в дальнейшем там в жизни будут помогать. Поэтому, ну, возвращаясь там к такому конкретному ответу, всегда рекомендовал бы всегда участвовать в презентации, в групповых работах, брать активную роль, понимать свои ошибки, работать над ним, изучать их, что не так пошло, и брать крутые предметы. Действительно отличаются. Во-первых, есть знание английского языка, это супер. Второе, это вот разносторонние навыки, то есть вот эти предметы различные, элективные предметы, они помогают. Умение, наверное, презентовать, работать в команде, это очень хорошо. Отдельно, сказал бы, не знаю, это хорошо или плохо, но выпускники Кимэпа, они такие deadline-driven. Люди, которые, ну, наверное, где-то не секрет, наверное, везде студенты так, вот deadline завтра начинают работу делать. Я понимаю, что они сделают к deadline-у работу, ну, прям, она будет сделана, но она всегда к deadline-у. Поэтому, в принципе, deadline-у можно не давать, там, месяц, далее, знаешь же, что последние 2-3 дня это будет работать сделано. Поэтому, понимая их, так скажем, capacity и такой deadline-driven approach, можно выпускникам Кимэпа задачи немножко иначе ставить. Это не повален, так, конечно, кто-то там работает, там, slice by slice, делает, там, скажем, через месяц deadline, немножко работают, там, как минимум, там, файлик создают, но этот deadline-driven approach, он в работе тоже помогает. Я примерно знаю, как они работают. Наверное, так, да, вот эти хорошие качества такие есть. Они отличают выпускников Кимэпа от многих других выпускников, но все разные. То есть в этом плане я бы не хотел бы кого-то преувеличить или преуменьшить, да, какие-то вузы, да, их выпускников все хороши. На работе тоже так же важна, наверное, диверсификация, да, сотрудников. То есть невозможно... Можно, конечно, определенные участки там выпускников Кимэпа оставить, да, там. Ну, я бы выделил бы особенно accounting, finance, там, risk management. Но, тем не менее, команды должны быть разные. Они должны быть с разным бэкграундом, разные люди. Тогда работа будет хорошо выстроена. Есть предмет organizational behavior, и в рамках него как раз-таки говорится про разные типы личностей, что невозможно... Представьте, департамент из одних экстравертов или интровертов. Важна такая разная типы личностей, чтобы они работают. Тогда работа будет сделана. В любой команде всегда есть человек, там, как правило, кто хорошо делает презентации, кто хорошо презендует, кто хорошо там пишет. У всех же разные, там, скажем, навыки. Представьте, вот какую-то команду, да, в каком-то проекте, они просто все хорошо пишут, но не могут презентовать. А смысл от того, что они не смогут донести, он, ну, как-то... Да, они хорошие все ребята, но не работают. А когда вот разные, когда работают, поэтому в любой организации важны выпускники разных вузов. Я бы вот обратил внимание на два аспекта. Это быть эффективным, то есть хорошо учиться, и при этом в то же время хорошо уделять внимание студенческой жизни. Ее... она в том возрасте... То есть, понятно, понятно, что в том возрасте это одна жизнь, и больше ее не будет, да. Но тем не менее, вот хорошо, так скажем, провести время до работы, потому что на работе уже немножко другое отношение будет. Если там, скажем, в школе за вами кто-то там бегает, ой, там, осторожно, там, ты сдал, не сдал экзамен, в университете еще немножко по-другому, то в взрослой такой жизни, ну, когда будет работать, никто так никто не бегает. Поэтому это единственный шанс все успеть и в то же время уделять внимание учебе. Отдельно не смотреть только на те предметы в рамках той программы, которая есть, но дополнительно брать предмет, изучать, попробовать сделать как бы дабл-менеджер, это вот всегда, или хотя бы мейджер-майнер, это всегда нужно. И опять-таки, чтобы это было релевантным для будущей карьеры, которые представляют себе студенты, на практику идти в хорошие организации, очень многое зависит от того места, которое будет ваше первое место работы, от того места, где вы пройдете первую практику, от того подразделения. Поэтому стараться выбирать хорошие организации как первое место работы, потому что, скажем, ну, в большой четверке, я считаю, еще первые несколько лет это продолжение обучения крутого. Если, ну, Ким Эмжи является таким этим фабрикой для большой четверки, для Проктора и Гэмбелла, таких крупных организаций, очень важно в хорошей организации проработать, посмотреть с хорошей корпоративной культурой, с хорошей заботой о сотрудниках, чтобы там компания была заинтересована в взращивании, наверное, новых сотрудников. Отдельно знаю, что в Ким Эмпе очень много студентов с жилкой предпринимательской. Немножко попробовать, конечно, не вовлекаться в какие-то большие такие проекты, но тем не менее попробовать это можно, потому что на моем пути, я помню, очень много кто достигал хороших успехов в этом. Но опять-таки, сразу после студенчества предприниматель стать, возможно, бизнес там у кого-то и хорошо пойдет, у кого-то нет, но проработав немножко и после этого посмотрев там свой собственный какой-то маленький бизнес, это будет, ну, то есть вероятность успеха выше. Я не буду, наверное, говорить про вопросы здоровья, спорта. Это все должно быть и так, в принципе. Я думаю, Ким Эмпе достаточно хорошо, наверное, продвигает здоровый образ жизни, спорт и прочее. И рекомендую по возможности ездить на учебу в зарубеж по обмену. Это хороший экспириенс. Прокачать себя это будет очень полезно. Второе, наверное, тем выпускникам, кто только бакалавр закончили, я бы рекомендовал немножко поработать перед тем, как сразу выбирать магистратуру. Магистратура, как я говорю, это второй шанс жизни, когда ты должен понять, тебе нужно что-то поменять или нет. Тебе реально не хватает этих зданий, поэтому ты идешь на магистратуру. Либо иначе. Это немножко наш, наверное, казахстанский подход, где раньше якобы у тебя несколько дипломов, все, ты там, тебе гарантированное трудоустройство. Скажем, давайте вот скажу, как работодатель, да, в какой-то степени, на что я бы фокусировался больше, чем на два таких крутых качества, чем остальное все. Я бы смотрел бы на мотивацию любого сотрудника, который приходит на трудоустройство, насколько он мотивирован. Бывает иногда, он суперопытный, но просто нету мотивации, и от этого эффективность не такая высокая будет. Бывает даже человек без опыта приходит, но он настолько мотивирован, за месяц переплюнет любых других, кто там, обладает большим опытом. Конечно же, опыт важен, но опять-таки, как ты, говорят же, мне нужен выпускник Кимэпа с 10-летним опытом, как это, невозможно же. Мотивация очень важна. Второе, знания тоже важны, но опять-таки, каждая компания по-своему работает, и знания могут устаревать, и прочее. Поэтому важны навыки. Навыки такие, как мультитаскинг, переключаться между задачами, уметь быстро переключиться, не забыть то, то есть быть в этом плане. Я думаю, что в Кимэпе нет проблем с этим, так как разные предметы, то есть всегда переключаешься. Но тем не менее, нужно прям хорошо развивать этот навык. Немножко предприимчивость, креативность, разные задачи можно решать по-разному. Кто-то вот такой прямой метод есть, а можно находить разные способы. И опять-таки, насчет находить разных способов, смотреть больше, искать тысячи способов это сделать, чем тысячи причин, чтобы это не сделать. Поэтому два таких момента, на что, мне кажется, многие работодатели смотрят, в первую очередь, это мотивация, почему ты сюда пришел, почему тебе вот это интересно. И второе, навыки. Потому что опыт, он различный может быть, знания, тоже плюс-минус, они могут устареть. если навыки вот эти есть, быстро обучаться, переключаться, какой-то немножко, навыки предприимчивости, креативности, они во многом, так скажем, превзойдут какие-то дипломы. сейчас, наверное, может быть, это в разных организах, по-разному, но, скажем, у нас ценятся мотивации, навыки сотрудника. Бэкграунд, это все круто, хорошо, опыт, но, как показывает практика, порой, многое что является нерелевантным. Очень важно для нас, для нашей страны, для развития, это всегда важно. Человек всегда должен находиться в стадии изучения всего Continuous Education, поэтому, у меня, допустим, три высших образования, я вот постоянно нахожусь в изучении чего-то, это для меня не ограничение, я еще буду учиться, я постоянно буду учиться, потому что это все релеванно к моей работе, к моим целям, карьере, я буду продолжать это, для меня это работает.